Итак, у кого есть вопросы, кто хочет что-то спросить? Возлюбленный мастер, некоторые медитационные традиции относятся к телу. Другие говорят, это практика, которую мы должны следовать, даже если иногда говорится о теле. Что Вы можете сказать более глубоко об этом предмете? Некоторые отрицают тело, говорят, у Тебе нет тела, говорят, я не тело. Некоторые традиции говорят, ты не должен идти в секс. Что Вы скажете об этом? Вы имеете три вещи в себе – тело, ум и сознание. Вы не знаете свое сознание, но Вы слышали о сознании. Есть разные традиции, но это не Ваша практика, опыт. Вы имеете ум, Вы живете с умом, Вы все делаете, все происходит через ум. Но хотя бы не знаете все-таки, что такое ум. Но куда направляет ум, туда Вы идете. Если Вы чувствуете хорошее что-то, Вы идете в хорошее. Если плохое, то плохое. Если происходит хорошо, то плохое. Но ум помогает Вам понимать все, что происходит. Осознание, Вы знаете ничего. Это всего лишь для Вас слово. Вы следуете за умом. Вы даже знаете, как выглядит Ваш ум. И Вы идете за ним. Но тело Вы знаете лучше всего. Тело Вы можете потрогать. Вы можете увидеть. Вы можете увидеть чужое тело. Вы видите свое тело в зеркале или на фотографиях. Вы знаете, я имею вот это тело. Это важная вещь, что Вы делаете все через тело. Все, что Вы имеете. Вы знаете, что Вы тело. Это Ваше тело. Если красивое тело, то Вы красивые. Кто-то некрасивое, то это некрасивое. Кто-то неприятное. Вы разные тела видите. Вы знаете, как выглядит тело. Тело имеет форму. Тело присутствует. Вы это знаете. А медитация заставляет Вас двигаться через все эти три вещи. Тело, ум, сознание. Первая вещь, которая происходит во время медитации, это сначала тело. Тело работает с умом. Ум работает с телом. Затем приходит чистота, очищение. Затем Вы как можно меньше кушаете, тем меньше спеете. Это происходит какой-то беспорядок. Тело таким образом очищается. Но тело таким образом очищается. Идет тело. Когда работа с телом заканчивается, Вы идете дальше. Пытаетесь в силы убить свой ум. Тело, мысли, сознание. У вас есть тело, и поэтому Вы сначала должны работать с телом. Много техник, с помощью которых Вы можете работать с телом. Есть активные техники, танцевальные. Там, где Вы двигаетесь, трясаетесь. Таким образом Вы пробуждаете. Вам приходится пробуждать свое тело. И тогда энергия начинает работать с телом. И автоматически Вы идете на вторую ступень. Туда, где присутствует энергия ума. И когда Вы отработаете с энергией ума, Вы начинаете работать с третьей энергией. Но работа с сознанием самая неограниченная, не имеющая граница. Если Вы это делаете, имеете разные техники, делая все четыре ступени, допустим, в какой-то медитации, Вы очищаетесь. Если Вы делаете все это совершенно, и Ваше тело автоматически с первой уровня переходит дальше. Потихонечку Вы полностью идете вверх. Каждая техника помогает. Поэтому все зависит от Вас. Когда Вы делаете медитацию, иногда Вы сидите, сидите час, но для Вас бывает очень сложно просидеть час. Столько мыслей приходит. Время кажется таким уровнем. Или Вы думаете, когда закончится, когда закончите. И тогда не происходит никакой работы. То есть понимаете, что и Ваше тело, и Ваше ум не отдыхает. Нужно, чтобы Вам очистилось и было спокойно. И тело, и ум. Если Вы все делаете правильно, делаете все ступени с телом, с чувствами, с умом, а затем Вы идете автоматически в сознание. Должно быть так, как я говорю. Не отрицайте свое тело. Тело важно. Тело должно быть очищено. Если Вы все правильно делаете, Ваше тело автоматически очищается. Если Вы все делаете правильно, очищается ум. Но если Вы много кушаете, Вы не положительны. Если, допустим, Вы едите не вегетарианскую еду. Если Вы кушаете мясо животных. Это говорит о том, что Вы находитесь в преступлении, в отношении этих животных. Это поедание мяса приносит Вам злость, гнев в Ваше тело, Ваш ум. Амитация говорит, что Вы должны есть, что правильно для Вас, как Вы должны отдыхать, как Вы должны работать. И постепенно Ваш ум начинает очищаться. С кем Вы должны разговаривать, сколько разговаривать. Сколько времени Вы должны проводить с тем или иным человеком, кто-то хочет быть одиноким, оставаться один. Когда эти две ступени, эти три ступени, тело, ум и сознание, то есть получается, что они должны очищаться. То есть чистота тела, это очень важно. Когда тело очень чистое, когда очень мало темноты, Вы затем перестаете чувствовать свое тело, и Вы как бы возвышаетесь, поднимаетесь. Вы идете дальше, выше идете. То есть это происходит автоматически. И Вам кажется, что у Вас нет тела, нет его больше. Вы как будто бы идете, но Вас нет. Вы как будто бы летите. То есть Ваша энергия становится очень высокой. Такое впечатление, что Вы в стороне от своего тела. После этого происходит чистота, очищение. Кажется, что нет тела. То есть когда Вы наслаждаетесь, когда Вы делаете имитацию, если Вы почувствуете вкус отсутствия тела, это очень прекрасно. Если Вы это почувствуете, к Вам приходит радость, блаженство. Вы как будто не здесь, Вы как будто в небесах. Как будто земли нет, нет притяжения земли. Вы идете не по земле, а Вы идете в воздухе, плывете. Есть люди, которые очень прикованы к земле, привязаны. Некоторые не могут даже ходить, не могут что-то делать. У них очень мало энергии. Потому что они сильно связаны, приземлены. Но когда Вы делаете все эти техники, первую ступень, Вы очищаете свое физическое тело. У Вас меньше ненависти, злости, гнева. Вы меньше. Но когда Вы спите, у Вас чистый сон. Все становится чистым. Все, что Вы не делаете, что Вы не потребляете. Меньше секса. Должны эти все три ступени. Очень важные три ступени. Тело, чувство, ум, и затем у Вас приходится знание. Когда Вы освободите со всех этих вещей, Ваше сознание освобождается, и все прекрасно. И все эти вещи помогают очищать Вам. Делайте эти три вещи, и автоматически Ваша энергия пойдет вверх. Ваши медитации очищают эти три ума. Но выполняют всяких разных отрицательных чувств, гнев, зло, жадность, обжорство. Но делаем медитацию, Вы становитесь более радостным, любящим. Постепенно. Год от года Вы становитесь все красивее и красивее. Ваше тело становится красивым. Вы сияете. Очень много красоты приходит у вас, потому что это приход из сознания. Но сначала надо, чтобы тело туда пошло, энергия пошла в ту сторону. Но начинайте снизу, затем вторая, третья ступень, и тогда уже сознание. Не надо отрицать тело. Может, Вы не имеете ничего другого, но зато Вы имеете тело. Вы чувствуете, Вы что-то делаете, работаете, гуляете. Ну, если мастер сказал, что у Вас нет тела, потому что он говорит, да, у меня не тело. Я не тело. Для него это правильно. Но если Вы такое говорите, что у Вас нет тела, Вы просто повторяете за мастером то, что он говорит, но Вы не испытывали такого опыта. Ваши отношения, все, что Вы делаете, они связаны как с сознанием. 30 лет назад, по этому поводу скажу, было два мастера. Два больших, великих мастера. Один Оши, другой Кришне Муртии. Они жили в одно время. Один жил в полный, другой в другом месте. Вокруг них собирались всегда люди. Они оба были посветленными. Но они говорили совсем разные люди. Разные вещи. Если Вы идете к Кришне Муртии, Он говорил, никакой медитации. Ты что, делаешь медитацию? Не надо никакой медитации. Ты уже готов. Ты уже сознание. Ты уже в небе, в небесах. Ты тратишь время, делая медитацию. Но Он был прав тоже. Но Он говорил, находясь в небесах, находясь наверху. Он говорил, сверху. Реальность такова, да? Ты являешься сознанием. Но когда Вы идете к Оши, Он говорил, Вы тело, Вы чувства, Свои умы. Потому что, действительно, Вы это. Но Вы должны сначала очистить свое тело. Очистить все желания ума, тела. Вы должны наблюдать за своими желаниями, мечтами. Если хотите что-то. Секс, например. Идите туда. Хотите привязанности? Имейте этих. Ну, наблюдайте за всем этим. Это, как бы, лекарство, как быть более чистым. Но если все этим занимаются, нет повода говорить, что Вы сознание. Люди вот такие его, такими являются. Если, конечно, приходили тысячи людей, только один-два понимали его, они слушали, читали каждый день. И делали то, что говорил Кышна Морти. Он говорил, что просветление происходит без медитации. Это правильно? У него произошло без медитации. Раз со мной это было, что и с Вами может произойти. Оша говорил, если ты болью, наблюдая за свои… То есть наблюдая за всеми этими чувствами и постарайся их очистить. Он работал тоже с тысячами людьми. И, возможно, только половина из них просветлели. У него редко происходило… У Кышна Морти редко происходило просветление людей. А у тех, кто был рядом с Оша, там часто происходило просветление людей. Допустим, кто-то шел к Кышна Морти и он говорил, ты готов? Ошо работал с всех типов людей. Определенного типа люди приходили к Кышна Морти, а к Оше приходили все типы людей. Как вчера я говорил, первый тип людей, они очень нуждались в Оше. Они бы понимали… Допустим, они сидели возле океана и их ум прочищался, сознание прочищалось. Есть? Кышна Морти говорил, что не нужен мастер, никаких медитаций. Зачем мастер? Ты уже готов. Во времена Кышна Морти и Оше они буквально отрезали все время. Почему ты все время медитируешь, медитируешь, говоришь, Кышна Морти? Приходили к Кышне Морти. Потом они приходили к Кышне Морти и говорили об этом. Он говорит, если тебе не нужен мастер, зачем тогда здесь сидишь? Иди туда. Если тебе не нужен мастер, иди, уходи. Почему ты приходишь иди здесь? Почему ты слушаешь их? Кышна Морти? Ты можешь уходить? В течение сорока лет он проводил дискурсы. Все его слушали, записывали. Они говорят, что все правильно, все, что бы не делали. Те, кто только из тысяч людей десять, может быть, понимают то, что имеют мастер. Он говорит, да, я сознание, но никакой трансформации не происходило. Музы Кышна Морти. Муж уже работал снизу вверх. Кышна Морти не хотел покидать свое пространство наверху. Попробуйте, находясь внизу и слушая его, подняться вверх к нему. Кто-нибудь сможет пойти? Ну, хорошо. Вот там кто-то сидит наверху десятого этажа и говорит, что там. А вы внизу. Вы сидите внизу и не понимаете, что он там наверху говорит. Он должен спуститься к нему, или вы должны подняться к нему туда наверх. Тогда вы будете понимать его. А с Ошо происходило все совсем наоборот. А Ошо на мой рот спускался со своей вершины вниз к людям, все ниже и ниже. Он не совсем находился на земле, он где-то находился в середине, на уровне ментального тела. Он звал к себе людей на этот уровень, где он находился. Он узнал все ваши действительные проблемы и понимал. Он говорил, как нужно строить взаимоотношения, как избавиться от жадности, взрослых и гнева и тому подобное. Как быть радостным, довольным, находиться в постоянном наслаждении. Делать ту технику, эту технику. Возможно, ты опять очистишься, станешь чище. Он говорил, работайте, делайте то, это. Он не давал рецепты, не говорил, пейте то или иное лекарство. Допустим, вы идете к плечу, он проверяет у вас поиск, давление, прописывает что-то вам и вы принимаете это. Хорошо, я буду принимать лекарства, но ваши привязанности, тяга к сексу и подобным вещам остаются у вас. А мастер сначала показывает, что у вас есть, что внутри вас, какие отрицательные качества вы имеете. Ваша темнота как бы прячет ваше сознание. Сознание находится за вашей темнотой. А те, кто более очищенные, которые делали больше навитации, они, конечно, могли подняться на уровень, на который спускался в уши. Он был там же, где Кришна Мурти. Он был молодым парнем. Он просветлял чуть ли не сразу после рождения. Его имя означало, что как будто твое тело происходит, создано из земли глины. Когда на него смотрели и над ним смеялись, он смешно выглядел. Но он существовал, и он был просветленным, этот мальчик. Однажды его отец работал дикой, он позвал. Он пришел с работы и сказал, что завтра будет какая-то церемония, духовная церемония. И он созвал всех духовных людей. Все они пришли. И его отец говорит, встали пораньше утром, потому что все придут, и ты тоже приходи. Вот сейчас один день церемонии, происходила духовная беседа. Отец вышел, проходит несколько часов. Мать посылает сына, скажет, пусть принесет то или что-то другое. А он сидит на стуле, все там находятся вокруг, разговаривают, спорят. Кто-то говорит, Бог такой, Бог такой. Должно быть так, следует, нужно сделать так. Как только он вошел, все посмотрели на него, он выглядел очень странно. И вдруг все присутствие начало смеяться. Такое странное тело. Когда мы увидим что-то странное, мы же смеемся. Нам кажется смешным. Мы такого никогда не видели. Мы смеемся. Представьте, весь зал начал смеяться. Они смеялись несколько минут, не останавливаясь. А он смеялся больше всех, громче всех. Когда он начал смеяться, и вдруг весь зал остановился, успокоился. Перестал смеяться. Кто-то у нас, кто-то у нас понял, что... Понял, что его тело выглядит очень смешно. Потому что он выглядит очень странно. Мы сказали, я понимаю, почему вы смеялись. Если вы здесь собрались говорить о сознании, о Боге, я знаю Бога, я вижу разные и приводить аргументы. Кто-то двадцать минут, кто-то полчаса говорит. Все вы говорите о сознании. И если я бородую, вдруг вы начнете смеяться над моим силам. Все это будет фальшиво. Все это вы взяли откуда-то. Позаинствовали где-то. Но я не тело. Это очень высокая душа. Он сказал все это и ушел. И на этом собрание закончилось. Я не хочу больше никаких таких собраний. Он сильно закричал. Потом он начал об этом все не думать. Он даже спать не мог. Что это было? Всего для него часа только две строки. Никто ему никогда ничего такого не говорил. вот моя просьба к королю. Я хочу с ним поговорить. 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 Вы остаетесь в этом пространстве навсегда. Все начинается с тела. Тело, чувства, ум, сознание. Сознание каждого может подняться выше, выше и до неба. Я хочу с ним поговорить. 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 не единая капля своего пространства. Какая-то маленькая вещь может она разрушит все это. Будьте как цемент, как бетон, шаг за шагом. Будьте как беременная женщина, которая мягко двигается, очень медленно, старается не поднимать тяжести, потому что она пытается сохранить свою беременность. А вы как будто имеете Бога внутри. Должно быть так. Обычный человек как обычная женщина, которая заботится о своем будущем ребенке. Они заботятся все. Муж, родственники, чтобы с ней было хорошо, благополучно. Чтобы никто не умер, никто не заболел. Все заботятся об этой женщине. Точно так же с вашей осознанностью. Вы тоже должны заботиться о своем пространстве. Ваше пространство не должно уходить куда-то от вас. Делайте это каждый день. И когда-нибудь вы придете к осознанности. Придет время такое. Уже всегда старался привести людей в их центр. Вы сидите здесь, а солнце вот там. Но вы чувствуете, если я подойду к солнцу ближе, раздвинусь, то это очень опасно, потому что я могу сгореть. Чем ближе, тем больше опасности сгореть. Работайте, медитируйте. Используйте любые техники. Очистите эти три уровня. Вы все это делаете тотально. И вы придете к четвертой ступени. Никаких чувств у вас не будет, не будет ума. Но вы должны сначала проделать первую вещь. Надо начинать с самого начала. И медленно. Постепенно, постепенно вы получите. Вы придете туда, куда нужно. Но делайте все это с полной, полностью с отдачи полной. Все делайте тотально целостно. Энергия начнет работать. Автоматически вы пойдете туда наверх. Даже если вы не понимаете, сколько энергии у вас, внутри, где-то подсознание, эта энергия движется. Так что не отрицайте свою телу. Тело – это как корабль, лодка. И эта лодка вас может доставить в океан, к морю. Когда кто-либо становится просветленным. Как будто у него не чувствует тело. А когда вы видите, что я глажу свою бороду с таким наслаждением, я наслаждаюсь своим телом. Вот у меня есть глаза. Вот вы видите, как я делаю? Я наслаждаюсь. Вот у меня есть тело. Я наслаждаюсь своим телом. Такое мягкое, такое приятное. Потому что мое тело все больше и больше очищается. С каждым днем. Все больше и больше. 30 лет тело было другое, а сейчас другое. А когда я покину тело, это будет совсем другое. Осознанность, красота меняет ваше тело. Тело начинает сиять. Каждая точка светится. Это наше тело происходит из глины, из грязи. Но когда на вас истекает нектар, вы начинаете сиять. Пол мира молились Иисусу. Молится Иисусу и их тело тоже. Начинают светиться. Все, кто помнит Кришну, до сих пор вспоминают. Божественность, благодать изливаются на тело. И оно светится. Чего бы вы ни касались, оно тоже становится светящимся, божественным. Все, что вокруг вас, вокруг мастера, оно начинает сиять, светиться в божественном свету. Но сейчас вы в теле, вы в уме, и вы должны очищать тело, ум. Сознание невозможно достичь без очистки, без работы над телом и умом. Сознание – это истина. Если кто-то вам скажет, что вы недеятель, да, действительно так. Если скажет сознание, вы сознание, не сознание, как не сознание. Кришна Мурти тоже прав. Сидит там наверху со своей высоты, общаясь с людьми. Кто-то его понимает и поднимается вверх. Никто не может сделать тело больше или меньше. Допустим, дерево в джунглях никто не поливает ни скакывает землю, но оно, тем не менее, растет. Так же и вы. Ум такой, он говорит вам, где вы находитесь, какие ваши проблемы. Очищайте эти проблемы, тело, и вы готовы. Не бойтесь, летайте. Если у вас какие-то болезни возникли, отдохните. И тело может болеть, и ум может болеть. Отчищайте всякие чувства. Очищение помогает вам стать более позитивными, делиться любовью. Есть ли еще другие вопросы? Спрашивайте, какие у вас проблемы. Но когда нет... А, любой вопрос имеет ответ. Тридцать лет я уже беседую, и каждый получает свой ответ. Когда прекращаются вопросы, это как будто вам отрезали голову. То есть, если вы не спрашиваете, значит, у вас нет ума. Но вы же здесь? Ваш ум думает, да, я бы хотел спросить. Ум – это как чесотка. Мы это чешем, чешем, пока кровь не появится. Но мы продолжаем чесать. Хотя я знаю, что я повреждаю свое тело. Спрашивающие заканчивается, когда ум спокоен. Но вы полны ума, поэтому есть вопросы. Может быть, вы поняли какие-то слова, какие-то предложения. Ваш главный вопрос – как быть вне ума? В тот момент, когда вы станете вне ума, придут все ответы. Вы получаете ответы на все вопросы. Но когда ум присутствует, происходит разговор. Поэтому мы слушаем и разговариваем. Прости.